приветствую вас эта программа психологическая азбука и я ее ведущая ульяна мукаилова сегодня с гостью нашей программы психологом гипнотерапевтом есени ильясов и мы будем говорить о том что представляет собой гипноз есения заведена на страстный добрый день первый вопрос самый главный самое основное что такое гипноз вы прям с козырей сразу тебя для многих гипс что-то бутонная тайна и че за волшебное что-то не научное не серьезно что-то такое мистически эзотерическое очень распространенное заблуждение знаешь такие моменты когда меня спрашивают о том что такое гипноз меня одолевает любопытство и желание спросить его ответом на твой взгляд да что ты думаешь что такое гипноз я думаю что гипноз помогает если вы меня вводите в состояние гипноза вы можете где-то там договорятся до моей глубокой травмы которые с психологами тяжело договорить интервью с гипнологом и очень было замечательно эту травму вытащить заполнить ее чем-то благим хорошим и закрыть это все и попрощать так мы и поступаем на самом деле примерно так и есть да то есть гипноз это временное состояние сознания которое характеризуется повышенной внушаемостью и высокой концентрации внимания вот и все то есть это никакие не астральные полеты там никакие не контакты с чем-то внеземным это все сугубо это естественный режим работы нашего мозга то есть человек в течение дня вот даже вы даже сами вот мальчики даже которые снимают не подозревая об этом в течение дня несколько раз бываете в гипнозе когда допустим едете по знакомой дороге и задумались о чем смотришь в окна да и как будто не здесь вот этот феномен называется диссоциация то есть отстраненность или отчуждение а для чего нужно это отстраненность или диссоциировать человек несколько раз в день вводится в состояние гипноза чтобы можно разрушаться до разгружаться это такой тоже режим работы там многое всякое происходит то есть состояние гипнотического транса мозг начинает работать в определенных частотах и режимах это режимы самовосстановление исцеления то есть там ресурсное состояние приходим я в ресурсе чтоб потом петь песенку в чем сходство и различие гипноза и медитации тоже казалось бы вот что-то похожее да как будто бы расслабленность такая покоя умиротворение гармония но тут тоже есть некоторые ключевые отличия если медитация это на самом деле состояние глубокого расслабления релаксации то гипноз это напротив там тоже из расслабленность да но есть еще другой фактор это опять-таки концентрация внимания повышенная внушаемость и еще диссоциация то есть отстраненность отчуждение вот как раз таки момент когда ты не не тут где-то там своих мыслях в ином пространстве в глубинах своего разума гипноз и функция памяти правда ли что можно путем гипноза улучшить вернуться к какой-то травме человека полностью сделать так чтобы он забыл про это и вернуть его воду за но не совсем так во первых до бессознательная память хранит в себе практически все ключевые аспекты и моменты где мы испытывали сильные эмоции и приятные и неприятные вот с того момента как эмбрион в утробе матери получает возможность чувствовать то есть формируется нервная трубка плода и мы получаем эту возможность испытывать эмоции чувствовать все сильные эмоции записаны и хранятся в архивах нашей бессознательной памяти и как раз таки в гипнозе мы имеем это удивительную возможность отмотать назад как фильме этом да и посмотреть а где она начала неуверенности или злости или там панических атак чего угодно или фобий вот и возвращаемся смотрим где она начала и что с ним и вот там как раз таки наша цель не забыть это то есть не стереть но и так стерта мы можем не помнить об этом причиной так амонизирована наша цель посмотреть на это по-другому исцелить и трансформировать то есть вот в этой психотравмирующей ситуации произошел ряд логических ошибок и сбоев на уровне инстинктов модели поведения эмоциональных реакций которые потом из раза в раз мы дублируем и повторяем проживая по новой в общем одни и те же эмоциональные реакции выдавая допустим когда кто-то плохо нас оценивает вот на наш взгляд или игнорируют мы начинаем испытывать обиду то есть это ну сильную обиду это не просто вот нам как-то стало неприятно прямо на уровне каких-то душевных терзаний переживаний может быть допустим у меня был случай естественно безыменный без всякой конкретики это частая ситуация между женой и мужем когда ну муж налил себе чай ей не налил да и все это прям вот обида катастрофа он меня не любит или жена вышла они смотрели фильмы вместе жена вышла муж не нажал на паузу то есть эта трагедия обида вплоть до развода и вот мы отматывая вот это чувство обиды до начала понимаем что но откуда она растет то есть это от родителей когда был была холодность игнорирование отчуждение и вот этот вот сценарий обидится и плакать и для того чтобы получить внимание он проигрывается снова и снова с разными людьми и наша задача отследить отмотать до самого начала и там его починить то есть в чем проблема человек чувствует себя ненужным то есть ощущение неполноценности наша задача убрать это ощущение неполноценности и вернуть ему ощущение безусловной ценности важности нужности чтобы он ощущал себя ценным независимо от того как нему относятся другие люди и тогда отношения тоже гармонизируется и все начинает быть прекрасным продолжительность эффекта от гипноза какая вообще если мы прорабатываем какую-то конкретную травму опять таки вот возьмем травму ненужности или беспомощность или любую иную вот мы ее проработали убрали ощущение неполноценности вернули ему ощущение ценности безусловной и полноценности и все это уже навсегда это тот метод гипноза который сейчас используется гипнотерапевтами она есть еще другой метод это директивный гипноз когда человеку внушают просто вот он себя чувствует неуверенным а ему просто внушают и уверен в себе ты сильный ты классный ты красивый это действует какое-то время то есть вот эта нейронная связь старые программы так как убеждение ощущение неполноценности все еще есть там где-то в глубине она все равно трафик сознания начинает идти по старым нейросетям потому что они еще есть а в регрессионном гипнозе мы как раз таки вот эту нервную дугу прорабатываем разбираем то есть мышление наше устроено логически когда мозг осознает алогичность тех или иных умозаключений убеждений там программ они автоматически распадаются и только по новой нейросети начинает осуществляться трафик сознания можно ли быть только гипнотерапевтом не будучи при этом психологом гипнотерапевтом как таковым не имея познания психологии вряд ли получится гипнотизером можно да то есть гипнотизировать людей показывать шоу всякие такие фокусы делать да но проводить психологическую практику коррекцию не имея знаний то вряд ли можно ли использовать гипноз как обезболивающие средства конечно конечно как это какой-то временный знаете это очень распространено сейчас онкобольные очень часто используют это называется техника якорения когда мы заякоряем человека погружаем его в глубокий транс гипнотический и заякоряем его на определенные действия например когда он касается пальцем большого большим указательного он перестает чувствовать боль и вот в моменты когда острая боль он просто может себя отключить и не чувствовать боль не чувствует боль какое-то время ложь и правда в состоянии гипноза если вы меня вводите в гипноз способна ли я где-то соврать где-то вам не договорились гипноз это не сыворотка правды и человек контролирует то что говорит он может что-то не сказать сможет сказать что с другими словами так как ему удобно кстати бывают случаи когда вот ко мне хотят привести но обычно родители или мужья своих жен для того чтобы выпадать у них какую-то правду это кажется мне очень странным то есть это не детектор лжи не сыворотка правда это метод взаимодействия с подсознанием но мы это делаем для коррекции терапии каких-то психологических проблем никак не с целью экзекуции там или узнавания правда нет конечно можно вот при желании есть специальные методики техники у спецслужбы там у всяких других структур туда подключаются медикаменты наркотики и вот трансовые состояния чтобы выпадать и опыт эти информацию но это совсем другая история они относящиеся к нам и к психологии не меньше отношения очень интересно про тот момент когда слепаются глаза во время гипноза каталепсия она применяется всегда и для чего она применяется каталепсии мы используем для того чтобы понять в гипнозе человек или нет как мы поймем да я тебя погружаю погружаю как не убедиться краски моделируя каталепсию век или рук то есть что такое гипноз опять-таки это состояние повышенной внушаемости то что я говорю твое подсознание воспринимает за реальность и точно так же как внушение о том что веки склеились я могу тебе также проводить любые другие внушения и твое подсознание точно также будет воспринимать это за реальность и исходить из этого вот так вот и мы проверяем таким образом есть рапорт или нет если склеились все хорошо гипнозу подвержены все в разной степени но большинство гипнологов считают что каждый человек гипно белин опять-таки потому что это естественное состояние мозга но в разной степени есть люди сопротивляются и сопротивляются и физиологические психофизиологические особенности которые влияют на уровень погружения и способность сопротивления но даже самый гипно бельный человек вот в самом глубоком гипнозе он не будет делать вещи которые противоречат его каким-то внутренним ценностям устоим убеждением поэтому тоже насчет этого можно быть спокойно многих этих это волнует и они думают что в гипнозе и можно внушить что-то такое что они будут вести себя неадекватного то что вы не сделаете допустим будучи очень сильно пьяным то вы гипнозе тоже не сделать подскажите вот с детства мы привык мы привыкли видеть как гипнотизер укладывать человека на два стула и вынимает из-под него стулья и он висит в воздухе человек может висеть в воздухе гипнотизер то скорее какой-то фокус воздухе прям воздухе ну на двух стульях если уложить его на два стула это называется каталептический каталептический мост то есть он полностью зафиксирован и как бы сказать он одеревенел и не сгибаем и даже есть моменты когда на него садятся или ставят ему сверху какой-то груз а он все так же рим на лежит да но если убрать из-под него стулья то как бы гравитация не очень позволит ему в общем и тропу скорее всего да дети подвешены гипнозы вообще их стоит вводить в гипно вообще дети до 5 6 7 лет они в принципе в состоянии гипноза потому что у них не сформировался еще критический фактор их подсознание открыто все что мы им говорим они воспринимают за чистую монету и мы таким образом формируем их парадигму поэтому мы все что мы в них вкладываем а потом в будущем картины мира конечно это вот вселенная реальность для них а ваши клиенты больше женщины или мужчины я буду только женщины на женщины с какими проблемами приходят дагестанки с абсолютно разными конечно самые распространенные это панические атаки потому что это просто вот как с какой-то геометрической прогрессии сейчас на как а если еще лет там 10 назад вообще никто не знал что это такое сейчас каждый второй каждый третий я думаю каждый третий уж точно но четвертый на своем опыте знает что это такое хоть раз это испытал поэтому в основном панические атаки во второй степени распространенность это какие-то комплексы неуверенность себе там стеснительность зажатость и проблемы в отношениях тоже частый запрос в основном так ну и фобии есть и психосоматика много всякого с разными запросами а возраст какой к вам приходит в основном но уже более осознанные то от 25 до 40 лет кто уже понял что ситуации которые происходят в его жизни с периодичностью какой-то да не случайно происходит есть какой-то сценарий и а дело в них собственно и с этим надо что-то сделать осознанные сновидения что это такое это тоже очень интересная вещь вот кстати состояние человека в гипнозе когда мы идем в проработку он примерно похож на состояние осознанных сновидений когда мы проживаем какой-то сюжет осознавая что вот это происходит то есть мы в двух точках здесь и сейчас как бы понимая наблюдая и там вот проживая это гипнотерапии точно также происходит он осознает происходящее здесь и сейчас что он в кабинете у психолога лежит и одновременно он проживает какой-то опыт из прошлого вот кстати очень так параллельно похожи друг на друга состояние цыганский гипноз как себя обезопасить и как он работает цыганский гипноз в основном проходит по двум основным таким схемам самым рабочим первое это сенсорный перегруз когда допустим вы идете вас начинают отвлекать на разные каналы восприятия то есть вам что-то говорят одновременно два человека и что-то показывают и при этом как-то где-то трогают и ваша нервная система перегружена вы просто не успеваете отслеживать все что происходит в реальности как бы такое как сбой идет в психике и в этот момент тоже можно диссоциировать человека и воспользоваться этим ввести его в гипноз и опять-таки давать какие-то внушения особенно если человек хорошо гипнабельный там уж как пить дать а еще второй метод это шоковое наведение через страх например вот идет по дороге девушка ну немного грустная да и цыганка это сразу улавливает и вот прям что-то ужасное говорит твоя мама скоро умрет например это тоже как способ диссоциации когда человека вот резко очень выдергивают какие-то сильные неприятные эмоции и через это тоже устанавливается рапорт и можно тоже управлять и внедрять какие-то а если не дай бог где-то что-то совпадет да да там вообще ты ли нам нужно лишь как пить дать можно ли использовать гипноз для развития творческих способностей конечно конечно можно и нужно во первых это нужно делать для того чтобы убрать какие-то ограничения потому что мы все равно в неких рамках и в некой парадигме тех убеждений которые транслировали нам окружающие да что много всяких которые влияют и не дают нам раскрыть свой потенциал и талантом что допустим этим денег не заработаешь это там глупо это не серьезно вот что такое что не дает нам идти в это и раскрывать для начала нужно все все вот эти ограничивающие моменты разобрать убрать открыть и потом уже усиливать раскрывать таланты моя любимая тема сейчас она очень распространена расширение финансового сознания можно ли гипнозом расширить финансовое сознание и буду ли я получать после этого больше не будешь получать больше денег это проверено на опыте большим количеством клиентов это рабочая схема на самом деле потому что есть такой момент как коллективная бессознательная то есть генетическая память те точнее вот даже не знаю как правильно это выразить опыт наших предков которые имели негативное не то что даже негативное представление деньгах это даже моменты когда деньги несли какую-то угрозу то есть было раскулачивание были там ссылки когда все забирали убивали и вот деньги запечатлелись как что-то несущую угрозу жизни даже так и даже не обязательно чтобы ваши предки это проживали они видели что из-за денег убивают людей как вот в тот период времени и в коллективном бессознательном это отпечатывается а так как функция нашей психики это выжить первостепенное до бессознательное естественно нас не очень-то сильно пускать до в это и опять таки мы это все еще нам с детства нас убеждали что хорошим путем дать деньги все вот эти вот негативные убеждения о том что деньги зло честным путем их не заработать большие деньги достаются тяжелым трудом опять-таки естественно тяжелым трудом никто работать не хочет блокировки есения подскажите а как работает как устроено сознание у мультимиллионеров миллиардеров чем они большинство из них уже выросли в парадигме богатства то есть у них у большинства были богатые родители редко кто вот с нуля до миллиардера но это какие-то прям вот как сказать очень гибкие с особым складом мышления вот кто честным путем опять таки смог это сделать потому что есть те которые известно как это уже такое себе а большинство из них просто выросли в парадигме где богатство и деньги это нормально естественно и поэтому для них это в порядке вещей а для нас это что-то вот противоестественное никогда не было и как теперь ни у кого не было как у нас там будет как-то так нет непривычно что незнакомая нашей картине мира и даже не знаю что с ними делать сколько времени длится сеанс гипноза по разному от часа до двух часов как пойдет регрессия потому что эпизодов этих может быть очень много или мало то есть это три случая или 33 и мы проходим их до первого источника это занимает время а может человек у которого казалось бы да там у меня все классно и дети и дом работа но я захотела к вам прийти на прием вам будет с чем работать всегда есть чем работать я думаю потому что живя в обществе мы все равно сталкиваемся с каким-то стрессом с неприятными чувствами и вот развитие и личностный рост это тоже какой-то бесконечный процесс мне кажется вот нельзя достичь одного уровня и на нем быть хочется все время чего-то большего лучшего нового развиваться нет пределов и поэтому гипнотерапия навсегда актуальна это работа над собой у нас всегда уместно есения забединовна тема действительно очень интересная мне бы хотелось предложить вам продолжить эту тему уже в рамках с большим программ потому что она настолько обширна и вот так интересно они разговаривали что нам сами они говорите мне очень интересно спасибо большое еще раз с вами дорогие телезрители мы прощаемся ровно на неделю это была программа психологическая азбука оставайтесь с нами